Тебе так хорошо? Или ты планируешь как бы двигаться дальше? Если вы слышите ответ для себя, что меня так устраивает, не обманывайте себя. Потом его с места не сдвинешь, никакой мотивации, никаким минетам, никаким сексом. Когда мужчина находится в состоянии такой стагнации, умиротворения, и его, в принципе, устраивает все, запомните одну простую вещь. Такие мужчины обычно и в отношениях достаточно консервативны. Они не заинтересованы в развитии отношений. То есть он определяет для себя такой, знаете, минимальный уровень комфорта, чтобы чувствовать себя счастливым. И, как правило, этот минимальный уровень комфорта распределяется не только на его достижения в карьерном росте, на всю его жизнь. Привет, это Марк Бартон. Рад, что вы смотрите это видео. На что обязана обращать внимание женщина при знакомстве с мужчиной? Вот об этом сегодня будем говорить. Прежде чем пойду в более подробный разбор этой темы, хочу напомнить вам, дорогие девушки, что каждый месяц бесплатно я провожу онлайн интенсив. Я такая одна, удобная или уникальная. Это международная программа. Принимать участие в ней можно и из любой точки мира. Главное, чтобы у вас был интернет. Этот курс диагностический. И за 6 дней каждый из вас сможет провести диагностику своей сексуальности, женственности, самооценки, границы личного пространства, отношения с мужчиной, отношения с родителями, финансы, развития, предназначения. То есть эта программа подходит абсолютно любой женщине, которая, задавая себе вопрос, счастлива ли я, отвечает на него нет, либо говорит, ну вроде бы счастлива, но хотелось бы большего. Вот если вы из этих женщин, под данным видео есть ссылочки после просмотра ролика, переходите по ней и регистрируйтесь. Итак, на что обязана обращать внимание женщина при знакомстве с мужчиной? Дело в том, что многие девушки совершают действительно такие бессознательные ошибки в общении с противоположным полом. Вы знакомитесь с молодым человеком, с мужчиной, отношения начинают развиваться. И только уже там, потом, далеко, когда в отношениях пропадает эта влюбленность, конфетно-букетный период, вы обнаруживаете для себя абсолютно другого партнера, не понимаете, что произошло. Человека как будто бы подменили. И я, конечно же, часто слышу от девушек такой вопрос. На что обращать внимание? То есть что очень важно для нас, для девушек, увидеть в мужчине? И однажды ко мне пришла одна девушка на консультацию и говорит мне, что вот, я познакомилась со своим мужчиной, и вроде бы отношения нормальные, но я чувствую, что что-то не так. Вот как будто бы что-то не то. Я начал ей задавать вопросы и спрашивать, а как вы обычно проводите время? Куда вы ходите? Где вы бываете? То есть для меня было очень важно понять, насколько разнообразным является их взаимодействие друг с другом. И она начала мне рассказывать, что в принципе они встречаются только по выходным, потому что оба работают. И очень заняты. Как правило, в выходные дни встречи выглядят следующим образом. Они встречаются в пятницу вечером, идут либо к каким-то друзьям, или с друзьями идут в какое-то заведение. Либо, возможно, сходят в кинотеатр, либо посидят в кафешке, приезжают к нему домой, позанимаются сексом. В субботу они полдня приходят в себя, вечером у них опять какое-то мероприятие или встреча с друзьями, либо они просто смотрят телевизор, допустим. А после этого в воскресенье они разъезжаются каждый по своим домам и, естественно, вся рабочая неделя впереди. Давайте пойдем по порядку. На что необходимо женщине обращать внимание? Я специально для себя здесь делал пометки. Первое. Очень важная составляющая. В общении с мужчиной обратить внимание, в каком состоянии он чаще всего пребывает, рассуждает, может быть, вслух даже, о чем он говорит, в каком настроении пребывает. Это очень важно. Это негатив или позитив. Почему для женщины это очень необходимо определить в самом начале отношений? Если возле вас постоянно такое, знаете, унылое создание в виде вашего мужчины, который зациклен исключительно на негативе, все не так у него, какие-то проблемы, постоянно какие-то разговоры, недовольство, обсуждение каких-то трагических ситуаций, обсуждение неудач, постоянные жалобы на судьбу, на страну, еще на кого-то. Перед вами мужик с таким паттерном негативного мышления, как фильтрация. То есть он постоянно, выбирая из всего, что его окружает, зацикливает свое внимание на негативе. Чем опасен такой мужчина? Мужчина такой опасен тем, что в отношениях с вами вы будете носовым платочком, который постоянно идет в утешение, даже в те моменты, когда вас нужно будет утешать саму. Опасен тем, что если он замечает в окружающем его мире, в людях и в каких-то событиях только негатив, будьте уверены в том, что и вы попадете под этот паттерн фильтрации, где он будет зацикливать свое внимание исключительно на ваших недостатках и подчеркивать их. То есть не позитивные стороны личности вашей раскрывать, а наоборот негативные. Следующий момент очень важный, на который необходимо обратить внимание. Личностный рост мужчины. Вы же общаетесь, вы же понимаете, кто он такой. Он же рассказывает о себе. Вы плюс-минус понимаете, кем он был год назад, два, три, четыре года. И даже если здесь можно обмануть вас, он там может что-то приукрасить, рассказать о своих великих победах и достижениях в прошлом, обратите внимание на его личностный рост. Какие книги он читает в данный момент времени, чем он увлекается, какие тренинги, семинары, лекции он посещает. То есть куда он вкладывает свое время, то есть куда он инвестирует свободное время. Присутствует ли у этого человека какое-то желание расти и развиваться, либо он стоит на месте. И здесь безусловно, опять же таки, это не является, конечно же, каким-то мега супер таким, знаете, критерием, который определяет бестолкового мужчину. Нет. Есть такая категория мужчин, которые вот достигли определенного уровня развития и больше не нужно. Им комфортно так. И понятно, что если вы видите, что нет развития какого-то, вы тоже не спешите делать выводы, просто позадавайте какие-то вопросы, опять же таки. Очень аккуратно, не манипулируя, не пытаясь там его вокруг пальца обвести, просто для того, чтобы понять. То есть тебе так хорошо или ты планируешь как бы двигаться дальше? Если вы слышите ответ для себя, что меня так устраивает, не обманывайте себя. Потом его с места не сдвинешь, никакой мотивации, никаким минетом, никаким сексом. То есть не обманывайте себя. То есть если вы понимаете, что вы хотели бы, чтобы ваш мужчина ставил перед собой какие-то глобальные цели и рос, это очень важно для вас. Поэтому обратите внимание на его желание развиваться. Еще раз повторюсь, если он не хочет развиваться, его так все устраивает, он имеет на это право. И здесь уже от вас многое зависит. Либо вы принимаете его таким, либо не принимаете и успокаиваетесь. Если для вас развитие мужчины не является обязательным критерием, то отношения продолжаются дальше. Следующий момент очень важный. Ну в принципе я уже сказал о нем, это карьера его, простите пожалуйста, правда. Это карьера мужчины. Он например может быть таким наемным работником и вы обнаруживаете для себя, что он на протяжении последних 8 лет, 5 лет, вообще никаким образом не поменялся. То есть его служебное положение осталось прежним. Безусловно, с одной стороны можно сказать, что такой мужчина не целеустремленный, а может быть его действительно все устраивает. Но здесь опять-таки важный момент. Когда мужчина находится в состоянии такой стагнации, умиротворения и его в принципе устраивает все, запомните одну простую вещь. Такие мужчины обычно и в отношениях достаточно консервативны. Они не заинтересованы в развитии отношений. У него есть удовлетворение базовых потребностей. Есть жена, живая, дышит, теплая, можно сексом позаниматься. Есть борщ на плите, на голову ничего не капает. То есть он определяет для себя такой, знаете, минимальный уровень комфорта, чтобы чувствовать себя счастливым. И, как правило, этот минимальный уровень комфорта распределяется не только на его достижения в карьерном росте, на всю его жизнь. То есть он человек, живущий на таком, знаете, уровне удовлетворения базовых потребностей. Еще раз повторюсь, обвинить мы его не можем. Сказать, что он плохой. Это его выбор. Поэтому и здесь вам нужно обратить внимание. Если вы готовы к такой вот ровной жизни, что там не будет никаких попыток развивать отношения, он будет трудный на подъем. Пожалуйста, вы можете соглашаться. Следующий этап, это, конечно же, деньги. Я недавно записывал видео про меркантильность, про то, что женщина не имеет права вообще выходить замуж за мужчину, который даже себя не может содержать. Поэтому пересмотрите его. Оно было перед вот этим видео. Можете всегда его посмотреть и подчеркнуть там много полезной информации. Поэтому я сейчас повторяться не буду. Следующий важный момент. Обратите внимание на то, как ваш мужчина взаимодействует с семьей. То есть какие у него отношения с отцом, какие у него отношения с мамой, какие отношения с братьями, сестрами, если они есть. Бабушки, дедушки, племянники, родственники его какие-то. То есть ваша задача попробовать посмотреть на его отношения с семьей. Безусловно, вас должен насторожить тот факт, что, например, на протяжении длительного времени мужчина не знакомит вас со своей семьей. Я сейчас не буду прям вот по отдельной запишу видео на эту тему. Там есть действительно о чем задуматься. Потому что, по большому счету, если уйти от такой светской психологии, то мужчина, находясь рядом с вами, не подпускает вас к своей родовой системе. То есть по какой причине? Что тебя беспокоит? Тебе есть что скрывать? Ты боишься осуждения со стороны семьи? Может, у тебя есть на стороне левая семья, там другая твоя семья, которую ты тоже обманываешь? А может быть, родители могут что-то поведать твоей женщине плохого о тебе? А может, у него самого отношения с родителями мерзкие? То есть обратите на это внимание. Если там, например, родители, пожилые пенсионеры, которые получают мизерную пенсию, он каким-то образом интересуется, как они живут, помогает ли он им, может быть, как-то способствует покупке лекарств, отправить их куда-то в санаторий, в какую-то лечебницу, в здравницу, чтобы они поправили свое здоровье. Это очень важный момент, потому что вот эти травмированные мужчины, которые вышли из семей, вырвались оттуда, и у них там дерьмовые отношения со своими родными, со своей родовой системой. Ну, не всегда, не в 100% случаев, конечно, они будут сложными в отношениях, но вероятность очень высока, что мужчина вот эту свою злобу, недовольство, которое сформировалось на фоне отношений с мамой и папой, перенесет даже бессознательно в ваш союз. Тем более, что мальчик проходил этапы психосексуального развития, начиная от оральной стадии, заканчивая генитальной. И к чему это все приведет? Это приведет к тому, что те травмы, которые он получил, те проекции, которыми он себя наполнил, он обязательно отыграет на вас. Следующий важный момент, это предпрошлое отношение с его женщиной, как он о ней отзывается, что он о ней говорит, что он вообще говорит о женщинах. Даже часто можно услышать от мужчины, что все женщины сучки, конченые, меркантильные, проститутки, шлюхи, как угодно. Это тоже звоночек. Шансы у вас очень высоки попасть в эту же категорию женщин, которых он обливает грязью. И ваша задача действительно собрать для себя такую информацию, если есть возможность такая. И почему нужно собирать? Потому что откуда вы? Может он не сбивал свою женщину. Человек достаточно эмоционально неуравновешенный, опасный, может ударить. Может быть он уже в принципе позволяет себе мега супер эмоциональность в общении с вами. То есть задача попробовать сблизиться с его семьей, сблизиться с его историей и сблизиться с его прошлыми отношениями. Понятно, что не нужно там превращаться в Эркюля Пуаро и устраивать детективное расследование, но плюс-минус какую-то информацию для себя собрать. Тем более, если например у этого человека есть еще дети в прошлом союзе, это тоже очень важный момент. И я на эту тему обязательно запишу видео. Друзья и окружение. Наши друзья и окружение это отражение нас самих. Вот посмотреть на то, кто нас окружает, это и есть мы. И когда мужчины рассказывают, что вот мои друзья там такие сякие, они вот в банях проституток вызывают, а я не сижу в сторонке и молюсь. Херня полнейшая. Ваш мужчина такой же. И ваша задача посмотреть, что это за люди. Какие у них ценности, какие у них интересы, какие у них планы на жизнь. Как они время свое проводят вместе. Как они развлекаются. Как они помогают друг другу. О чем они говорят. Обороты их речи. То есть, что это за взаимоотношения. Это тоже очень важный момент. Дальше. Это, конечно же, отношение мужчины к такому, знаете, активному образу жизни. Занимается ли он спортом. Следит ли он за своим здоровьем. Или он все-таки сторонник такого образа жизни, далекого от спорта, далекого от какой-то осознанности. Это важная составляющая. Потому что вы родите ребенка. Или планируете родить детей. Зачем вам мужчина, который, в принципе, плевать хотел на себя, на свое здоровье. Он так же будет относиться и к вам. Так же будет относиться и к вашему самочувствию. Хобби и увлечения. Тоже очень важный момент. Чем увлекается ваш мужчина? Присутствуют ли в его жизни какие-то увлечения? Насколько он заинтересован в том, чтобы получать от жизни какие-то радости? Насколько он заинтересован в том, чтобы соприкасаться с какими-то новыми сферами интересными в развитии себя как личности? Ну и завершающий такой момент – это многомерность мышления мужчин. О чем я сейчас говорю? Есть категория мужчин, с которыми очень сложно быть в контакте. Потому что они достаточно узковекторно направлены в своей жизни. Они не способны размышлять. Они не способны допускать иные мнения. Они не способны идти в конструктивный диалог. Они не способны соглашаться с тем, что у них у самих могут быть какие-то недостатки со своими ошибками. То есть эти люди, как правило, зациклены исключительно на своей правоте. Они убеждены в том, что они видят этот мир абсолютно истинно, неподдельно. И, конечно, с таким мужчиной будет достаточно сложно. Потому что все-таки такой, знаете, многомерно мыслящий мужчина, он более гибок для отношений. И более гибок он даже не с позиции того, что у него там 8 высших образований. А с позиции, что у многомерных мужчин, то есть у мужчин с многомерным мышлением, всегда чуть-чуть более развита нейронная шкала. А для отношений это архиважно. Потому что если мужчина не способен многомерно мыслить, если мужчина такой, простите меня, толстолобик, который уперся лбом своим и не сдвигается с места, это катастрофа. И даже если вы приложите максимум усилий, чтобы сдвинуть его с места, у вас вообще ничего не получится. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если вы узнали себя и свои отношения с мужчиной, постарайтесь обратить на это внимание. То есть ваша задача посмотреть, знаете, я просто даже рекомендую, возьмите лист бумаги и поставьте точечку. И подпишите. Вот точечка, каждая точечка это место встречи с мужчиной. То есть как я провожу с ним свое время. И посмотрите на географическую локацию. То есть как правило это что? И вы здорово удивитесь, что например в ваших отношениях присутствуют какие-то уже стандартно читаемые места, которые вы вместе посещаете. То есть никакого развития. Вы его не видите в разных состояниях. Ни в стрессовой ситуации не видели его. Как он себя ведет. Ни как он решает проблемы. Ни как он обращается с деньгами. Куда их тратит мужчина. Какое у него отношение к деньгам. Вы на это все не обращаете внимания. Поэтому старайтесь взаимодействовать с мужчиной, затрагивая разные сферы жизни. Как я уже и сказал. От того, какой он в стрессе. Где он пребывает чаще в состоянии негатива либо позитива. И заканчивая многомерностью мышления. Тогда у вас будет складываться более полная картина. Вы будете понимать кто перед вами. В принципе, к мужчинам это тоже относится. Следуя этим же рекомендациям, мужчина может обратить внимание на женщину. Посмотреть какая она в стрессе. Посмотреть на многомерность ее мышления. Посмотреть на то, как она развивается. Как она относится к деньгам. Какие у нее отношения с семьей. Какие у нее были прошлые отношения. Друзья, здоровье, хобби, увлечения. То есть на все смотрите. Это очень важно. Потому что в отношения должны входить два человека, которые готовы к отношениям. А не потому что сработали какие-то инстинкты размножения, сексуальные порывы. И они решили создать что-то похожее на семью либо на пару. Под этим видео, дорогие мои девушки, есть ссылочка на мою бесплатную диагностическую программу. Я такая одна, удобная или уникальная. Переходите по ссылке. Присоединяйтесь к программе. В течение шести дней вы получите невероятный объем информации. Благодаря которому ваша жизнь изменится к лучшему. С вами был Марк Бартон. До встречи. И пока-пока.